И к другим темам. В минувшие выходные прошел заключительный этап творческого осмотра конкурса «Таланты АЭС-2012». В нем принимают участие не только работники атомной станции, но и члены их семей, а также студенты профильных учебных заведений. Это делает конкурс одним из самых крупных среди корпоративных. «Таланты АЭС» традиционно становится ярким и самобытным событием в культурной жизни Волгодонска. В этом году «Таланты АЭС» проводятся в Волгодонске уже в четвертый раз. С каждым годом количество участников, как и их мастерство, только растет. В этот раз на сцену Большого зала ДК Курчатова вышли более 150 человек. Смотр проходил в пяти номинациях – вокал, кореография, художественное чтение, музицирование и прикладное творчество. А свое мастерство демонстрировали операторы реакторного отделения, лаборанты-радиометристы, инженеры турбинного цеха, дозиметристы. Я просто, честно говоря, открываю свой персонал с какой-то такой, с новой точки зрения, просто поражен и удивлен. И радуюсь этому. Как это вообще инженер турбинного цеха танцует индийский танец? Вот знаете, я вам скажу так. Атомщик может быть хорошим танцором. Вот хороший танцор атомщиком, сомневаюсь. Ростовская АЭС богата талантами, а ее коллектив уникален и самобытен. В числе конкурсантов порой целые семьи. Так, например, в этом году победитель талантов АЭС-2011 в номинации музицирования, электромонтер электроцеха станции Олег Забазнов выступил в творческом дуэте. Композицию Игоря Крутого «Печальный ангел» он исполнил в четыре руки вместе со своей дочерью. Жюри высоко оценило выступления работников атомной станции. Сам же конкурсный концерт стал хорошим творческим подарком к 20-летнему юбилею концерна «Росэнергоатом». Виталий Никулин, Сергей Овчаренко, Новости ВТВ.